Привет! Раз уж мы подняли тему о содержании животных, то, наверное, я начну с самого распространенного, одного из самых распространенных экзотических животных домашних дома, это попугаи. Попугаи уже завезены к нам в Россию давно, их содержат все, кому не лень, разводят также. Именно из-за этого в России нет ни одной ветки здоровых попугаев, то есть это неважно, большие попугаи крупные или это волнистики. Почти все они с генетическими заболеваниями, вроде как цирковируса, различных патологий, передающихся генетическим путем, то есть от родителей к детям. И здоровую птицу купить действительно невозможно. Ну, в целом, хватит о грустном, если у вас есть волнистый попугайчик, или когда-то был, у многих в детстве были волнистые попугайчики, то можно сказать, да, что у вас, наверное, были проблемы, что он дожил до старости максимум до 7 лет. Я вас удивлю, волнистые попугаи могут жить до 20 лет, а так лет 15-17 запросто проживут. Также, скорее всего, он у вас все грыз, то есть там обои, плинтуса, отдирал все. Скорее всего, он у вас болел и, возможно, кусался. Итак, начнем, что вы его держали в клетке, в абсолютно пустой клетке, как у нас все изображают, продают в магазинах, да, когда это абсолютно пустая клетка, в которой палочка, она еще может быть круглая. Сразу скажу, что клетки для птиц должны быть прямоугольной формы, потому что в круглой они не могут себя никуда приткнуть, то есть им нужен угол, где они себя чувствуют более-менее в безопасности. Второе, клетка, из клетки должны выкинуть все пластиковые игрушки, зеркальца и жердочки. Жердочки должны быть заменены на деревянные, которые должны меняться по мере их съедания. Об этом поговорим попозже. И также, почему зеркала нельзя? Птички сходят с ума. Когда, представьте, что вы выросли в комнате, в которой было только зеркало, и вы видели там свое отражение, больше никого не видели, великие страшные чудовища, не похожих на вас, и рано или поздно вы начнете разговаривать с этим зеркалом. Люди так умиляются, им так весело, а на самом деле у птицы там психоз полнейший, и расстройство сознания, личности и всего остального. Они очень умные, действительно, как ребенок, может быть, там не пяти лет, но трех точно. Дальше, то, что клетка пустая. На самом деле клетка должна быть кустом, потому что практически любая клетка, которая продается в зоомагазине, не тех размеров, в которых птица действительно может летать, даже волонистый попугайчик. Птица должна летать у вас по квартире, по комнате, либо в специальном спортзале, некоторые снимают, и птички летают там. Потому что в дикой природе птица пролетает очень много десятков и даже сотен километров за день в поисках пищи. И если вы это не обеспечиваете, птичка болеет. Почему? Дело в том, что при полете у всех птиц вентилируются легкие. Если легкие не вентилируются, в них поселяются грибки. Грибки, которые летают у нас здесь с вами рядом. То есть у них падает иммунитет от этого, потому что не разгоняется кровь, потому что там огромная грудная мышца. Кровь не разгоняется, не очищает нормально все закоулки тела. И на птицу начинают садиться болячки. Болячки, которые стандартные, которые мы приносим, которые летают в воздухе, которые живут рядом с нами. У нас же очень агрессивная среда на самом деле. И не в коронавирусе дело, а вообще в целом агрессивная среда. И вот эти грибки садятся им легкие, и птичка в конце концов умирает от заболевания не в 15-17-20 лет, а она умирает в 2-3-5 лет. И все такие, о, до старости дожил. Нет, правда. Спешу вас разочаровать. То есть клетка – это домик. Домик – это куст. Вся клетка должна изнутри выглядеть как маленький куст. То есть мы прикрепляем веточки к стенкам. Зачем нам веточки? А вдруг они их будут есть? Отлично. Это следующая проблема. Чем мы кормим попугайчиков? Тем, что купили в магазине вместе с клеткой, с пластиками, жердочками и зеркальцем. Как вы думаете, это может быть полезно птицам? Конечно же, нет. Дело в том, что зерновые корма составляют всего лишь 20-30% рациона попугаев. Абсолютно любых. А что же они кушают? Они кушают потрясающе много всего. Они кушают деревья, они кушают лишайники, они кушают семена, они кушают ягоды, они кушают листья, они кушают почки, они кушают проростки. И даже иногда они кушают белочек. Они могут где-то личиночку схватить, крупные попугаи могут и птичку зажрать, поэтому в рацион, например, крупных попугаев разумные владельцы периодически добавляют, например, мышей. Удивитесь, погуглите, и вы найдете кокоду с мышью. Достаточно кровавого зрения, если вы любите мышек. В России не существует ни одного растения, что бы там кто ни писал, какие бы вы интернеты ни читали, какие бы вы врачи ни слушали, в России не существует ни одного растения, которое растет снаружи, не в доме, да, то есть мы не считаем наши комнатные растения. Те, которые растут снаружи, которые могло бы отравить или убить вашего попугая. Ну, естественно, если вы там не будете его пихать, там химические составы какие-то или еще что-то. То есть все, что растет на улице, вы можете приносить своему попугаю, давать ему, как раз оформляя клетку, делая ее более уютной и удобной, и в то же время давая ему возможность погрызть. Смотрите, он грызет веточки, он грызет почечки, он грызет кору, он грызет лишайники. То есть вместо того, чтобы грызть обои, грызть двери, он грызет то, что ему положено грызть. Теперь понимаете, что происходило? Несчастная птица всего лишь пыталась добыть еще хоть немножечко минералов, полезных веществ, для того, чтобы жить. И вы знаете, что самое интересное? Что у каждого попугайчика свой характер, и поэтому, скорее всего, каждому попугайчику будут нравиться абсолютно разные веточки. Это очень интересно и трепетно, когда ты ходишь, рвешь что-то новое, там, не знаю, подорожничка с созревшей колосочки, или ивы с почками, и думаешь, интересно, а вот это ему понравится? А вот это ему будет интереснее? Или как? Как он отреагирует? Как он будет есть? Как он вообще будет к этому проявлять интерес? То есть у каждого свой характер и вкус, как и у нас. Кому-то нравится ива, кому-то елочка. И, кстати, да, хвойные должны обязательно быть в рационах попугаев, потому что они содержат эфирные масла, которые являются как бы антибиотиками, ну, то есть они помогают бороться со всякими заболеваниями, то есть профилактически, и также они просто полезны как вкусовые, уникальные для рецепторов штучки. Я думаю, что и так уже 7 минут получилось. Если вам интересно дальше послушать про содержание попугаев, вы можете написать комментарий внизу, либо задать вопрос в одном из сториз, и мы продолжим эту тему, и вы бы сказали мне, что именно вы хотите узнать. А пока на сегодня все для первого раза. Пока-пока!